Всем привет! Я уже выпускал несколько материалов по скрытым активаторам. Вот пришло время для еще одного. У нас есть факел из красного камня. Мы вот сюда подходим и факел загорается. Как вы уже наверное поняли, сам активатор расположен вот в этом углу. И давайте посмотрим по какому принципу он работает. С другой стороны у нас расположена вот такая конструкция. Несколько кусков рельсов разных. Вагонетка стоящая. Здесь от нажимной плиты мы снизу получаем сигнал. Я его вот тут инвертирую и подаю на вот этот блок с факелом. Разумеется инверсия не обязательно. Давайте напрямую выведем сигнал, скажем, вот так. Все зависит от ваших нужд, конечно же. Подходим в угол. Сигнал появляется. Как оно работает? Ну, дело в том, что у вагонетки ее окружающий контейнер для просчета столкновений, такая невидимая коробка с точки зрения программирования, она немножко больше, чем сама вагонетка, что позволяет нам уже с определенного расстояния давать ей импульс, то есть толкать ее. В том числе и через угол. То есть стоящие вот здесь вот блоки нам не мешают ее толкать. Соответственно, вагонетка разгоняется на вот этом участке электрических рельс запитанных, наезжает на плиту, плита подает сигнал. Под действием силы тяжести вагонетка катится назад, опять разгоняется и упирается в исходную позицию. Этот кусок электрических рельсов здесь как раз для того, чтобы вагонетка не залипала там где-то на полпути. Ну и как снимать сигнал, все очевидно. Просто обычная работа вот рельсов детектора. Давайте я покажу, как оно строится, хотя в принципе и так должно быть все понятно. Вот у нас есть угол, в котором мы будем размещать активатор. От него мы строим в длину 4 блока. Устанавливаем один блок вверху. Ставим обычные рельсы, электрические, кнопку. Ну, любые рельсы наверх, чтобы кнопка вот так вот выгнулась. И еще один блок. От него будет вагонетка отталкиваться, чтобы скатиться обратно. Достраиваем угол. Здесь тем или иным способом запитываем кусок электрических рельсов. И из-под нашей нажимной плиты делаем выход схемы. Остается только поставить на рельсы вагонетку. Упереть ее в исходное положение. Все. Наш активатор готов. Такая вот нехитрая конструкция. Что еще нужно отметить? Дело в том, что сама вагонетка, она несколько по размеру меньше, чем, скажем так, ее изображение. Поэтому, когда мы ставим вагонетку и упираем ее до конца в исходное положение, она периодически, видите, проглядывает здесь на стыке блоков. Досадная, конечно, подробность для данного механизма, но что поделать. Исходя из этого, старайтесь использовать вот какие-то серые блоки, нейтральные. То есть, те блоки, которые в разных текстурпаках будут скрывать нашу проглядывающую вот так вот вагонетку. На этом пока все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки к видео. Подписываться на канал не забывайте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!